Северные пристани 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 Сдельщина, коэффициент Прогрессивка, полевые Видал деньги? На всю партию Зарплату везу 38 тысяч Поддумай Подумать можно Продолжение следует... 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 А, если бы человек мог заранее знать, где. Ну, вот и я. А вот и мы. Хозяйки пошлом, тараканам тоже. Здравствуй, Клава. Здравствуй, Клава. Неужто не признал? Здравствуйте. А может, вы улицы ошиблись? Или номер дома перепутали? Не на тот берег попали? Берег тот. И улица в Пожиге одна. И все дома наперечет. Ну? Какие новости в Пожиге? Так. Ладно. Ну, а какие новости на белом свете? Кто клеил? Хорошо. Врезули. Врезульта. Что же ты, хозяйка, газеты вверх ногами клеешь? Невозможно узнать последнее известие. В результате небывалых снегопадов на лазурном берегу Франции прервано автомобильное сообщение. Имеются случаи обморожения среди жителей. Ай-яй-яй, какие страшные места бывают на белом свете. Клоп. Ну, ты что? И что это? Девчонки на берегу намекали, будто мне сюда и хода нет. Значит, правильно намекали. Свадьба через неделю. И гостей еще не созывали. Уточняю в список. Какая свадьба? Моя. Я замуж выхожу. Понял? За кого? Есть такой человек. А про меня этому человеку известно? А кто ты такой, чтобы всем был известен? Космонавт, что ли? Да, Клава, ну я же не про то. Но про нас с тобой ему известно. Ну, про меня и про тебя. Ведь было у нас. Что было? Роман. Роман? Не было никакого романа. Вот с Тонькой в мамоле у тебя это было. Роман. И с Танькой в Эрге знаю. Ювенский телеграф, он быстрый, с уха на ухо. Да Ювенский телеграф и лишнего добавить недорого возьмет. Вот, ты говоришь, не было у нас ничего, да? А Ювенский телеграф... А ну, гуляй отсюда. Мне на работу пора. Клор. Ну, да ведь я, можно сказать, сюда за тобой и приехал. Ну, только не на этом будь, я на обратном. Думал. Заберу тебя отсюда, поженимся. В райцентре будешь жить. Выучил бы тебя на киномеханика. Да и работали бы вместе. Зачем я свой техникум кончила? В том-то и дело, ну, какая же это должность для девушки? Лесничья. Да ты знаешь, как тебя на Юве за глаза кличут? Лежа, тихо. А ну, гуляй. Ну, погоди, а. Ну, постой. Клава. Что? А кто он? Человек этот. Просто парень. Парень из нашего пожига. Парень из нашего. У нас в лесу, в тайге, во всей шумит работа новая. Давным-давно сдана в музей моя пела лугучковая. Пока таежный наш обед на костерке готовится. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица. Куман склонился над костром, а у костра бессонница. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица. А по весне сойдет снега, и все переначится. Но я всегда хочу тайга, в твоей бригаде значится. Пока таежный наш обед на костерке готовится. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица. Мы рубим лес, а щепок нет, и значит, врет пословица. Парень из нашего города. Не пойдет. Будет так. Парень из нашего пожига. Как можно? А как это можно? Давайте мне старую картину, чтобы я на ней делал план. Всем, значит, надо материальную заинтересованность. А мне, выходит, не надо. Да? Но ведь это же обман. Может, получиться скандал. Да никакого скандала не будет. Я публику знаю. Я, можно сказать, с рождения киномеханика. Обман. Я сам, может, больше всех, обманутый. 14, 17, 21, 14, 17. Здравствуй, подруга. Ой, здравствуй. Чуть не испугал меня. Ишь, какие. А тебя все на этот берег тянет. Калешу своему поближе. В лесопункт я. По делам. Везет же тебе, Клавдия. Что везет? Конечно, везет. Все в тебя влюбляются. Вот Алексей. А прежде кинщик. А еще раньше парикмахер за тобой бегал. Ладно. Клавк. Да? Ну, а почему они в меня не влюбляются? Разве я не хорошая? Хорошая. Клавк. Хорошая. Так почему они? Кто они? Ну, все. Так зачем же они тебе все? Ой, дура ты еще, Настасья. Минзга. Ксс. Нам два билета. Ну, зачем же проходить и так? Ой, что вы. Два билета. И сдачу. Ой. Теоретик, милый. Садись. Торгуй. Детям? Без очереди. А я сейчас отлучусь маленько. Заговоры, как правило, созревают под покровом ночи. Ну, а если ночь белая? Парень из нашего пожига. Ха, интересненько. А ведь такого кина не бывает. И не будет. А вам билет? Значит, и ты есть кинщик. Нет, я... Это не я. Нет. Ах, это не ты. Ну, так вот учти. Если я тебя хоть раз с ней рядом увижу... Что? Понял? Если хоть на шаг ты к ней приблизишься... Понял? Понял. Ну, так вот учти. Понял. Билет. Черт. ПЕСНЯ 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 Петро Идите сюда. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ты что, с ума сошел? А что? Ты хочешь, чтобы он сидел тут? Да. Только я его сейчас пойду и выверну. Вот пойди и верни. Только правда хватит? Конечно, нет. В чем же дело? Чего он в самом деле ходит? А он дружит со мной. Вот и ходит. А, дружит. Это он так из трусости говорит. А на самом деле он ухаживает за тобой. Да, да. А ты? Ты ведь тоже ходишь? Я. Я другое дело. Я ведь так прямо говорю, что ухаживаю. А потом возьму и женюсь. То есть как? Ты возьмешь и женишься? А я вот возьму и не выйду за тебя замуж. А я подожду. А я и потом не выйду. Выйдешь. Я тебя, знаешь, как твору. Я для тебя все, что угодно могу сделать. Я пошел. Давай. Вот хочешь сейчас со второго этажа прыгнуть? Ой, вечно ты хвостун. Прыгну, да не прыгнешь ты. Ха, хвостун? Минуточку, товарищи. Минуточку. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Сейчас все исправим. Не ошибается тот, кто не работает. Кино давно училось? Давно. Глаза в глаза. Поверьте, это самый содержательный разговор. Все в порядке, граждане. Все в порядке. Даю. Пошел. Подожди. Пошел. Подожди. Том. 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 Ну, раз так подумаешь, ведь в какую только даль не забираются люди, в какую глушь. А люди везде должны жить. Должны? А кто им указ? Ну, вот почему, например, они расселяются, ну, вот у подножья вулканов, или в пустыне, где и в ады не сыщешь, или, например, у полюсов? Ну, значит, это натура такая у людей, чтобы всюду им быть. Только ты не за то мое слово ухватился, ведь дело не в том, что должны, а в том, чтобы жить, понимаешь? Да. По человеческой должности. Эй, сплавщик! Чудной какой-то. Ну, я пошел. Погоди, поговорим еще немного. Извиняюсь, конечно, за срыв изображения, но это, так сказать, не по нашей вине, не на нашей территории, можно сказать, а вообще одна маятамня с этой старой картиной. Ну, зато в следующий раз на вертолете я вам такую картину привезу. Ой, Клав. О-о-о-о, беда. Что это у вас в Пожиге все такие нравные? Ну, еще. Я полагаю, что мы и сами не заблудимся. Как вас звать-то? Тоня? Таня? Люся? Настя. Настя. Очень хорошо. Важные вопросы лучше всего решать на месте. На условленном месте. Обратно как добираться будешь? Отсюда лодки не докличешься. Ночь. Вплавь, что ли? Хотя бы вплавь. Вода уж, поди, теплая. Герой. Видала я таких героев. Это где же? Все вы одинаковые. Что ты, что друзья твои. В клубе зачем безобразие устроили? А пусть он сам не... Кто он? Нет его и не было. Путь любви не всегда бывает усыпан розами. Так сказал Федор Петрович Гудошников, лектор общества знания. А он про любовь знает все. Что это? К Марью гонять. Видно быть ей свадьбе на день рыбака. Жаль, что ни вам, ни мне не доведется погулять на этой свадьбе. Торопит время. Нас ждет Юва. Ждут новые свидания на Юве. А пароход кричит, ау. Ты мог по ветру стелеться. А та, которую зову, а та, которую зову, Признаться нет, осмелиться. А я в ответ на твой обман найду еще кудрявее. А наш роман и не роман, а так одно заглавие. А мне чего-то кажется, Что вот погромче крикнется, И вдруг она отважится, И вдруг она отважится, И вдруг она откликнется. А я в ответ на твой обман найду еще кудрявее. А наш роман и не роман, а так одно заглавие. И сердце тихо мается, Не встречи, не разлукаю, А тем, что откликаются, А тем, что откликаются, Не те, кому аукаю. А я в ответ на твой обман найду еще кудрявее. А наш роман и не роман, а так одно заглавие. Мамыль. Говорят, что это самое знаменитое село на Юве. Самые дружные, говорят, село. Кто говорит? Да сами мамыльские и говорят. Что дружные, не знаю, А веселые уж это точно. Однажды собрались всем селом поплакать, Так чуть с осмеху не померли. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Юра. Докладчик! Пошли, что ли? Куда? В клуб. Нисси, извините, Я больше не намерен участвовать в вашем обмане. Я не хочу сидеть в зале и краснеть. Я не могу. Так ведь в потьмах не видно, кто краснеет, а кто нет. Простите. Обойдемся. Эй, паря! Высер! Нагружайся. Будешь ты у меня сегодня за ассистента. Так это значит, вы и есть. Молоденькая какая. Ну, добро к нам пожаловать. Здравствуйте. Простите. Я ждала вас. Извините, ради бога. Вам просили передать. Здесь витамины и медикаменты. Спасибо. А я баню истопила. Может, с дороги-то прямо в баньку? Ой, в баньку. Да нет. Работать. Ну, ладно. Больные есть? Больные есть. Своего зубного у нас нет. В райцентр отправляй. Как вашим научатом. Анна Кондратевна. Добавляй. Что мне? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДНЕМ В ТРУДАХ И ВЕЧЕРОМ В ТРУДАХ Ну, можно ли одновременно крутить кино и крутить романы? Не привирает ли передовая с уха на ухо Ювинский телеграф? Не привирает. Бах-памось! И тебе так же. Прочти-ка, что тут написано. Кино. Парень из нашего мамы-ля. Брось! Написано. Забей. Мамы-ля. Начало в 20 часов. Задается. А знаешь, Гришка, скажу я тебе по старой дружбе. Ну, говори. Обидеть не будешь? Ладно. Ну, так вот, скажу я тебе прямо. Был ты первый парень на деревне, а теперь вроде не первый. А кто это впервые меня? Да вот Петька Собянин. С тех пор, как он в отпуск приехал, ты вроде бы, Гришка, потерял свой высокий авторитет. Ты вроде бы уже не первый, а второй. С чего заключаешь? Да, с девок хотя бы. Все они за ним? За ним. А было за тобой, что не так? Тьфу. На кой они мне сдались? С какой они погуляют, жениться требует. Деревня. Да, Гриша, я же тебе совсем сказать-то позабыл. В амбулаторию нашу докторша приехала по зубам. Молоденькая, симпатичная, ну, ягодка. Брось. Да провалиться, на теплоходе приехала. Тогда надо взглянуть. Надо взглянуть. Переобуйся только. Боль, 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 Мария Ирадовна. Уходи сегодня, приходи вчера. Фух, с вами тут прокоптишься, что в облах. А ты бы шла лучше в амбулаторию, тетка Дарья. Да-да, там докторша приехала по зубам. А тут без гарантий. А ну врать-то. Тьфу, ей-богу. Дарья. Это мы еще поглядим, кто первый, а кто не первый. Да. Если еще раз, бабушка, я такие дела увижу, заявлю, куда надо. Сейчас аккурат, на ведьм идет перерегистрация. Господи. Неужели у всех болят зубы? Нет, это они за компанию пришли. Села у нас очень дружные. Косить всем селом, в гости всем селом. Ну и зубы лечить тоже всем селом. Мамыль. Федор Петрович, ну что вы тут сидите? Разве это интересно? Пошли погуляли. Вам еще факты надо собрать для вашей лекции. Можно я посижу? Я знаю это село. Это балованное село. Не балованное, а веселое. Ну хорошо, садитесь. Так уж повелось, что военный человек девчатам загляденье, а ребятам зависть. Ну, откройте рот. Не бойтесь, ничего страшного. Вот так. Так. Не дергайтесь. Ну что ж. Зуб разрушен. Будем удалять. Дарья, дарья. Эмаль, которой покрыт зуб, это самая твердая и самая прочная ткань человеческого организма. Сталь выбивает из нее и страдает. Но если вовремя не удалить зуб... Ха-ха-ха. Ну как она? Вот это девка. Ну, краля. Только Гришке она не по зубам. Чего? И все равно не по зубам. Да ты! Ну, украш его. Пойдем. Ну, вот и все. Все. Да-да. Четыре часа ничего не есть. Господи. Следующий. Моя очередь прошла. Тетка моя. Моя очередь прошла. Здрасте. Здрасте. Вы ко мне? Вы с зубами? При зубах мы. Проходите, садитесь. Откройте рот. Шире. Где? Ага. Позабавиться пришли. Врач работает. А вы отнимаете у него время. Это с вашей стороны. Некультурно. Рвите любой. Хоть передний. Следующий. А вы не придете вечером в клуб? У нас в клубе танцы. А вы не придете вечером в клубе танцы. Следующий. Вкусно. Как дома. А дом-то ваш где? В Ленинграде. В Ленинграде. Пожалуйста. Спасибо. Там и учились? Да. Хорошо, видно, учились. Работаете хорошо. Рука у вас сильная. Там. Сильная. Федор Петрович, давайте к тукаву. Ну, зачем же? Я ведь все-таки мужчина. Эх, мужчина. Я вообще сильная. А училась я у профессора Степанова. Он, представляете, в 34 года уже профессор. Неужели? Такой молодой? Да. А ведь у нас в медицине, особенно в стоматологии, знаете, как трудно стать профессором? Он стал. Все говорят, он мировое светило. Ну, представляете, в 34 года. Еще он мастер спорта по теннису. Я тоже играю. У меня второй разряд. Жена, ты он профессор. Да. У него жена актриса. Очень красивая. Не очень. Просто актриса. Потом у них дети. Двое. Вот как. Елена Ивановна, не скучаете у нас здесь после Ленинграда-то? Нет. Работы много. Вот езжу. Потом здесь природа. Мне нравится природа. Я ведь могла не ехать. Юрий Владимирович, это профессор Степанов. Он мне предлагал остаться в институте ассистенткой. Он мне предлагал остаться в институте ассистенткой. Я не могу. 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 Ее все подолью, а? Спасибо. Федор Петрович, ну, пожалуйста. Извините. Основным мотивом брака является любовь. Любовь мужчины и женщины. Для того, чтобы тянуть любовь, чтобы чувство любви развелось и окрепло, необходимо единство, я подчеркиваю, единство идейных и нравственных взглядов мужчины и женщины, близость их культурных потребностей. Обычно в начале любви лежит физическая привлекательность человека. Но этого, разумеется, мало. Люди, которые увлекаются лишь внешними достоинствами, забывая о внутренних, не умеют подвергнуть свое чувство серьезной жизненной проверки. Поспешные решения часто приводят таких людей к немалым разочарованиям. Ревность. Одним из наиболее отталкивающих пережитков прошлого является ревность. Ревность, так же, как и другие неизменные свойства человеческой натуры, возникла на основе частной собственности. А чего это он на меня так уставился? Не на вас. Он смотрит на меня. Опытный лектор всегда выбирает среди аудитории одного человека, которому обращает свою речь. Это ему помогает. Это окружает новость друг к другу. А значит, соответственно, возросла и возможность противоречий. Что быть выбрал. А танцевать вам неохота? Танцевать? Сто лет не танцевал. Ревность, это темное, недостойное человека чувство, отравляет жизнь людей, порождает оскорбительные поступки. Можно привести местный пример. Колхозник вашего села Лыткин Серафим Кузьмич избил на почве ревности жену. Ну и по делам ей, с кем не попадя хороша. А зачем бабки старичихи, изделие приворотное покупала? А мне твою партику о том отдержать. Лена, пойдем потанцевать. Ой, что, я не умею так. А чего тут уметь? Вам справа, а мне с левой. Нет. Оп! Может быть, вы француз? Только откуда у вас тогда такая рязанская морда? Вас обучали французскому языку, вероятно, где-нибудь в Нижнем Новгороде, да? Жил опять кужон вуком промпа. Вы будете со мной говорить или нет? Я тебя русским языком спрашиваю. Ты не знаешь русского языка. Но такое слово, как расстрелять. Ты понимаешь по-русски? Научишься понимать, если тебя расстрелять прихожу? Научь! Стоять! Безусы! Звук! Безусы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кино кончилось Петька Собянин в отпуск приехал Парень он ничего, только нос дерет Правда? Конечно, никому ничего не рассказывает Отцу, матери и то не рассказывает Ну а что он должен рассказывать? А насчет ордена Видите, у него орден красной звезды Вижу Ну, за что же ты? Простому прапору, да еще в мирное время Орден красной звезды Такого спроста не бывает Не бывает? А за что? Вот и не рассказывает Танцуем петухи и курочки Танец этот Не то чтобы народный И не так, чтобы модный А просто год назад По Юве Проезжал танцевальный инструктор Он еще и про пингвинов научил И про кузнечиков Почему вы все время молчите? О чем разговаривать? Рассказали, за что вам орден дали Вы уж извините Но когда танцуешь с девушкой Надо говорить о чем-то веселом А такие ордена их ведь за веселые не дают Ничего Придет время И наш молчаливый прапорщик Расскажет За что он получил свой боевой орден Расскажет И отцу с матерью И нам с вами И нам с вами А, полуношничаешь, Ирод А врачух где? Не знаю А вам, извините, собственно Зачем она? Не твоего ума дело Вот тяна Неужто на ночь глядя У самой бабки-сорачихи зубы разболелись? Осторожно, Леночка Лена, а когда вы еще приедете? Теперь, наверное, скоро всех вылечит Я вам напишу, Леночка, можно? Вы когда соберетесь, напишите, мы вас встретим Обязательно Как известно, в медицине соперничают разные направления И разные школы Э, постой, красавица А ну-ка, пойди сюда Вы меня? Ну да, пойди, пойди, не бойся меня Это я Баба-сорачиха Елена Ивановна Ну-ка дай поглядеть на тебя Да ты молчи Не встревай Здравствуй, красавица Здрасте Вон ты какая Молоденькая Ну и я Молоденькая была А все равно и тогда Ведьма была Так мне еще В детстве бабушка Наук-то эту Дала Да Какую науку? Ну-ка, какую, господи Садись Ты, девушка Этой наукой не брезгуй На своем веку бабка-сорачиха Многих вылечила Елена Ивановна Я сейчас А ты не хлопочи Не хлопочи Не видать тебе ее, как своих ушей Что за чушь? Вот, девушка Мне скоро помирать Так я Оставлю Так я Дам тебе Главный заговор Вот Ты только Запоминай Вот Боль Боль Мария Иродовна Боль, боль Мария Иродовна Вот Уходи Сегодня А Приходи вчера Уходи Уходи сегодня Приходи Вчера От какой уже Этой боли, бабушка От зубной? От зубной И от всякой другой И особенно От той боли Которая в тебе Самой сидит Да Уступай Науки Могут соперничать Но главное Это Обмен опытом Елена Ивановна Так поздно Разве? Да, поздно А совсем светло Белые ночи Спокойной ночи Федор Петрович Боль Боль Мария Иродовна Приходи Нет Уходи Сегодня Приходи Вчера Даже У сильного Человека К тому же С высшим Образованием Бывают Минуты Слабости Это Пройдет Причалы На Юве Свидания На Юве Вот И этот Берег Мы покидаем Вам не жаль Расставаться А вроде Ничем И не Одарил Нас Этот Берег Ничем Кроме Добрых Встречек И мы Как будто Не оставили Здесь Ничего Ничего Кроме Доброго Дела И доброго Слова Но Пора В путь Торопит Время Мелеет Юва Ирга Вы Ну, что тебе твой сплав? Ты только взгляни, как мы здесь развернулись. Сейсмика, а? Глянуться можно. Ну, так идем. Пошли, пошли. Слушай, сплавщик, здесь такое дело. Ну, о, 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 о. Понимаешь, мы хоть и подружились с тобой за дорогу. Вась-вась, понимаешь, в дороге это быстро, но вот на людях, в хозяйстве... Зови ты меня по имени и отчеству, Семеном Григорьевичем. Все же я заместитель начальника партии. Или, товарищ Петухов. Ладно, товарищ Петухов. Ну, пошли. Здравствуйте. Привет. Ну, желаю удачи. Приветствуем вас. Заходи. Держи, банкир. 38 тысяч. Зарплата на всю братью. Сегодня выдам. А начальник где? На профиле? Нет. Улетел сегодня утром на вертолете. Его на совещание трес выиграли. Ага. Разминулись, значит. Да. Он туда, я сюда. Ну, ладно, что же. Принимаю командование. А ну-ка, пойдем с плащик. Я тебе настоящую работу покажу. Что же вы все тут будто вымерли? Так на профиле все. У нас, брат, безработных нет. Мы их не держим. Если, например, муж и жена, так оба сейсмики. Ну, а если жена по другому профилю, так и живет себе в городе. Что ей тут делать? А в основном ведь у нас народ холостой. Вот жук, а. Ты смотри. А вот в основном, в основном у нас народ холостой. Молодежь, сам понимаешь. И ведь геологи, они вроде моряков. Нынче здесь, завтра там. Я, между прочим, флотский. Мичман запасов. А что это вы, Мичман, деньги так неаккуратно возите? 38 тысяч под подушкой. Да они у нас не в почете. Зарабатываем много, а куда их девать? Насчет выпивки сухой закон. Вот. А завтрак, обед, ужин. Копейки какие-то. А кроме того, я же все время при них был. И потом, вот эта штука при мне. Понимаешь ты? Видал? Хочешь попробовать сплавщик? Да нет, чего уж там лишний грохот. Хоу, ты не слыхал еще нашего грохота. На-ка вот, попробуй. На, вот здесь нажимай. Давай. Хм. Для первого раза неплохо. Э. Ну, пойдем. Понимаешь, просеку загодя прорубают, а мы, значит, идем следом. Бурим скважины, закладываем взрывчатку и трах-бабах. Ну, вот и наш профиль. Здорово! Здравствуйте, Леон Григорьевич. Понимаешь, от этих взрывов идут в землю волны и возвращаются обратно. А прибор засекает их. Понял? Вот глянешь на прибор, и сразу ясно, какие в земле залегания пластов. Ну, понял? Понял, спрашиваю? Ну, ничего, со временем поймешь. Я ведь тоже не сразу. Внимание! Всем покинуть профиль. Приготовиться! А, черт, опоздали. А ну-ка, ложись. Ложись, ложись, ложись. Ложись и не шевелись, понял? Внимание! А где девчонка? Где Наташа? Только что здесь была. Я позову. Угу. Наташка, команда не слышала? Неужели времени не хватает с вечера до утра? Марш сюда! Стой! Куда? Приготовиться! Огонь! Пок波! Продолжение следует... Продолжение следует... Экди... Что? Что это за черные занавязки? Думать же надо, там же пленку проявляют. Хотите засветить сейсмограмму? genius! Да и вообще, кто вы такой? Жив. Руки, ноги целы. Не контузило. Семен Григорьевич. Ну, брат. Да. Я не могу поручиться за качество этой сейсмограммы. Вы же знаете, один шаг может нарушить правильность данных. Да. А тут человек гуляет по профилю. Да кто он такой? Это. Да это сплавщик новенький. На корабле я его завербовал и решил к нам переманить. А вот технику безопасности объяснить не успел. Испугался, наверное, у ночи. О, сплавщик. Что, испугался? Испугался. Ну, ничего, ничего. У нас же здесь как на фронте. Привыкнешь, ерунда. Операцию повторить. Ну, пойдем. Ну, Наташка, давай сегодня посидим лучше дома. Не надо никуда выходить. Ну, тут человек появился не из нашего. Странный какой-то. Сегодня в этой, в конторе на меня уставился. Ты знаешь, мне кажется... Все тебе кажется. Мало ли кто сюда вообще может приехать. Наташа, ну, посидим дома. Все дома и дома. Ни в кино, ни в театр. Какой же здесь театр? Неважно. Это ужасно, когда люди женятся и замыкаются в тесном семейном мирке. В четырех стенах. Так же совсем можно омещаниться и оторваться от общества. Ну, не обязательно в кино. Мы можем пойти в гости. Кому? Ну, к Светлане и Пете. В шестую палатку. Так ведь они пойдут в кино. Все пойдут в кино. Понятно? И мы пойдем в кино. И не возражай. Хорошо. Когда люди живут на краю земли, когда они работают в глухой тайге, кино для них больше, чем кино. Это выход в свет. Студенческий бал. Международный кинофестиваль. А здесь что? День прожитый даром. Представляете, ни одного пациента. Ни у кого не болят зубы. Ой, черти что. Так чего же вы ждете? Девай, гуляй. Стой. Я Ворман. Я Ворман. Она. Здесь. Снимай. Ты знаешь, что теперь с тобой сделать надо? Я знаю, что ты испугался. Я спрашиваю, что теперь с тобой сделать надо. Знаешь? Знаю. Смелая. Привет от мамы. Тебя не было после тебя не будет. Сапфа Васильевна. И от папы. В чем дело? Что за полу? Полный порядок. Смотрите кино. Стой. Стой, говорю. Долго еще перерыв? Какой перерыв? Все. Некому показывать. А я? Что ж, для вас одного? Да у меня и права такого нет для одного зрителя. Почему? Вот мой билет. Папаша, да неужели вы не видели этой картины? Да раз в стоп один. Нет, не видел. Первый раз. Очень интересно и поучительно. Крутите, пожалуйста, дальше. Папаша, ну хотите, я вам своими словами расскажу, что дальше? Да зачем мне ваши слова? Лучше один раз увидеть, чем... Я не имею права. Какого права? Вот мой билет. Это финансовый документ. И если... Ладно, ладно, ладно. Только не надо таких выражений. Даю. И мы убежали. Только мама и папа не знали, куда. Вот это точно. Куда не знали. А милиция, знаешь, все должна знать. Куда вы сбегаете? На Печору или на Ангару? Ваша мама требует, и мы ищи. А в чем дело? Мы требуем. Кто вас сюда приглашает? Слушайте, ну, разберемся без урса. Без меня не разберетесь. Я секретарь комсомольской организации. Слушайте. Да, действительно. Товарищ младший лейтенант, может быть, выйдем к народу? Выйдем к народу. Не имейте права, мы их никому не отдадим. Спокойно, товарищ. Сейчас во всем разберемся. У нас над ними шерстов, верно, ребята? Выходит, у вас давно известно об этом нарушение? Нет. Нет никакого нарушения. У них любовь. А любовь охраняется государством. Правильно. Памятник старины. Тихо, мальчики, тихо, девочки. Вот давайте, пусть товарищ специалист решит, кто прав. Какой еще специалист? А тот, что у нас в клубе лекцию читал насчет дружбы и любви. Где он? Где он? Где он? Ну? Ну? Ну, как мне рассказывали, мы имеем на лицо такую ситуацию. Юноша и девушка любят друг друга со школьной скамьи. Седьмого класса? Шестого. Не лично, я с шестого. Да. Потом они решают пожениться. Сообщают об этом родителям. И тогда мать невесты заявляет категорически протестом. Мотив. Товарищи, мне неловко приводить этот мотив перед уважаемой аудиторией. Мотив заключается в следующем. Молодой человек, жених, вместо того, чтобы идти в институт, идет на завод рабочим. Так? Так. Нет, но лично я не против института. Но мы так решили. Пусть сначала Наташка учится. Ведь вдвоем на две стипендии не проживешь. Трудная. А чтоб к родителям на шею, так мы против. Конечно. И тогда молодые люди, невзирая ни на что, решают пожениться. Но родители... Неправда. Папа был не против. Это мама, это она. Извините. Тогда мама отбирает паспорт, прячет его. Что оставалось делать влюбленным сердцам? Они... Так, значит, вы, товарищ специалист, выходит, оправдываете? Я так понимаю. Послушайте. Мировая литература оставила нам такие блистательные образцы, как Ромео и Джульетта. Да нет, вы на других-то не сваливаете, товарищ специалист. Вы прямо скажите, оправдывайте. Ну вот вы есть, учите молодежь, лекции читаете. Что ж, оправдывайте? Решается судьба. Ваша Федор Петрович. Оправдывайте. Вот хорошо. Что хорошо? Коспортный режим нарушать? Хорошо. Родителей сводить с ума? Хорошо. Кого с ума? Это я к слову. Вы знаете, что такое всесоюзный розыск? Розыск по всей стране. Вся милиция на ногах. Несерьезно, граждане. Ну вот что. Наташу и Андрея мы вам не отдадим. Они уже всю зиму проработали в нашей партии. Да, профессию получили. А вы знаете, какая наивея зима? Знаю, родился тут. Ну так вот. Наташу и Андрея мы вам не отдадим. Кто же у вас их забирает? Мое дело было найти. Я и нашел. Ну поймите же вы, не хватает у нас в партии рабочих рук. Вот нам и пришлось взять. Не имели права человека без документов на работу принимать. Все это... Тут постой. Ну, не имели, не имели. А что бы она тут делала всю зиму? Тунеядцев мы не держим. Все работают как один. И ведь она, между прочим, уже лаборант. Профессию получила. С нее спросу нет. С вас спросим. Вот прилетит начальник, вы с ним и толкуйте. Потолкуем. Ну вот и толкуйте. А я что? Я только зам. Ну, пошли. Будь здоров, артист. Вот видите, не только в искусстве важен талант перевоплощения. Слушай, а может попробовать так, как есть? Просто. Парень из нашего города. Что тебе с какого не сказано? Ну, пусть каждый думает, что земляк. Попробуй. Обязательно попробую. Здрасте. 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 И до свидания тоже. А вы что, прямо в Москву? В какую Москву? В райцентре. Москва районного масштаба. А в Москве я, между прочим, ни разу не был. Не пришлось вот. Так что могу вам позавидовать. Побывайте еще. А у вас что, дело ко мне? Или, может, намереваетесь со мной лететь? Нет. А я думала бы в Москву. Но ничего. Опустите, пожалуйста, в райцентре. Быстрее дойдет. Маме, значит? Маме. И папе. Опущу, конечно. Только ведь нам и так придется телеграммы давать. Нашлись, мол, живы, здоровы. За счет милиции телеграмма пойдет срочная, при том. Да, вот ведь некоторые с войны ищут друг дружку. Ищут, а найти не могут. Вашка по местам. Убрать трап. Отдача в артовы. А что дальше? Дальше? Кедровка. Потом оленя Рог. А еще дальше? Там есть что-нибудь? Есть, конечно. Не близок путь к Верховьям. Кому оставаться на этом берегу, пожелаем добра. А тем, кто отправится с нами, пожелаем новых встреч с добрыми, хорошими людьми, которые живут на реке Юве, где обитало в древности загадочное племя Чуть. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok